Третья теперь группа функций толка – чувствительная функция. Чувствительная функция. Или, как иногда называют, сенсорная, или еще иногда это называют реактивная. Здесь много разных названий. Вот сейчас мы посмотрим, как же клетки умудряются принимать сигналы из внешней среды и реагировать на них. Как по-вашему реагировать на какие-то сигналы из внешней среды? Умеем только мы с вами? Хорошо. А в морковке на улице умеет реагировать или нет? Нет. Помню, еще как. Еще как. Любая живая клетка обладает реактивностью. Абсолютно любая. Это просто общий свойств жизни. Реактивность – это способность менять внутреннее состояние в ответ на изменение каких-то параметров в внешней среде. Реактивность или чувствительность, что одно и то же. Реактивность – это способность менять внутреннее состояние в ответ на изменения во внешней среде. Молекулы, которые обеспечивают реактивность, называются словом «рецепторы». Молекулы, которая обеспечивает чувствительность к тому или иному параметру. Смотрим. Есть у нас некоторая клетка, вот она, и вот из нее идет длинный-длинный отросток, который идет там, куда-то, куда-то. Поверхность клетки чем проразована? Что лежит на поверхности любой клетки? При ее клетке? Чем покрыта клетка снаружи? Любая. Биомембрана. Разумеется. Биомембрана стоит из фосхлепидной основы, и, как мы в прошлом раздельце смотрели, туда нафтегованы белки рампортной функции. Но плюс к этому, здесь же будут стоять и белки рецептора, внешние рецепторы. Как они устроены? Ну, если мы кусочек мембраны так увеличим, то белок рецептор, скажем, устроен вот так. Вот это стопазно, вот это внешняя цвета, вот это белковая молекула. Почему она не убедается с мембраной, мы с вами уже договорились. У меня вот здесь вот гидрофобные радикалы, которые поддерживают ее в мембране. Отлично. А вот здесь вот, во внешнюю среду направлен активный центр, который может присоединить к себе, допустим, емко-здорога. Только его, никого другого. Если в окружающей среде есть протоны, свободные протоны, то протончик может сюда присоединиться. А для данного рецептора протон является активным вещьком, который изменит его конформацию. Форма укладки изменится. Критичная структура поменялась. Опа. Радикалы перестроились. И теперь, вот такой измененной конформацией, вот здесь образовался активный центр. То есть молекула превратилась в фермент. Каждый фермент катализирует определенную реакцию? Катализирует. Отлично. Пока не было протона, здесь катализатор был неактивен. Он не работал. Когда присоединился протон, что структуризатор активировался, в миллион раз устроился процесс. А процесс этот приведет к рождению емных токов. К рождению токов натрия, движению емных натрия и калия. Емные токи, рожденные в мембране, побегут по этому отросту дальше. Отлично. Это первый случай. Второй случай. Вот клетка, очень похожая. Только у нее в мембранке другие рецепторы сидят. Могут связываться вот эта площадочка не с протонами, а с легкими сахарами. Допустим, с глюкозной. В каком случае активируется вторая клетка? Тогда в окружающей ее среде появляется раствор легких сахаров. Итак, у нас была первая, вот вторая. При появлении раствора легких сахаров, и рецепторы активировались, запустили реакцию, которая тоже привели к возникновению емных токов. Отлично, емные токи побежали по 5 макро. Рядом лежит следующая клетка, а ее рецепторы реагируют на появление молитвов веществ, которые называются гликозиды. Гликозиды. Гликозиды в большом количестве содержатся в хрене, горчице, иногда в кожуре такой сок. И если вам попадается гликозидный огурец, вы его съесть сможете или нет? Нет. Нет, почему? Горький, как не знаю кто. Рецепторы этой клетки активируются гликозидами. Номер 3. Если рецепторы активированы, они превратились в ферменты. Ферменты запустили ровно в том числе на процессе. Рождение коррена приводков. Подвижался, но... Ну и наконец, последняя клетка, рецепторы которой будут реагировать на диссоцированные ионы. На диссоцированные ионы, допустим, натрия и хлора. Если в растворе вокруг есть ионы натрия и хлора, клетка активировалась и пошла в свой седневник. Ребята, кто понял, что сейчас изображено на доске? Итак, первая клетка отреагировала на ион водорода, вторая клетка на лирки в сахарах, третья клетка на гликозиды, четвертая клетка на диссоцированные соли. Это лежат? Клетки не было. Мерную сиолерную сиолерную сиолицу? Язык? Конечно, язык. Конечно, язык. Ваш ум вкуса. Именно такая система у вас воркующая. Одни нервнички реагируют. Вот, кстати, при возбуждении первого нервничка, он отреагировал на концентрацию ион водорода. Какой вкус вы ощутите? Кислый. Кислый, конечно. Активация вот этого нерва вызовет у вас ощущение кислого вкуса. Активация вот этого нерва? Сладкого. Активация вот этого нерва? Охи. Активация этого? Сладкого. Сладкого. Вот они, основные вкусовые ощущения. Вся гамма. Отлично. Острота. Что? Острота. Ребят, на самом деле, я вам только четыре ходовых. Как положено. Здесь такие рецепторы будут называться хеморецепторы. Сколько разных типов хеморецепторов у вас воркут? Что? Ну, не могу же я все их описывать. Нам ведь главное понять принципов. Вот это мы посмотрели вариант рецепторных белков, которые реагируют на химические вещества. А ну, давайте подумайте, а на что еще могут реагировать рецепторные белки? Кроме химических веществ. Смотри, чтобы этот рецептор сработал, что должно произойти со структурой белка? Это сами реагировали. Они могут еще реагировать на температуру? На температуру, да. На давление? На давление, да. На пиар? На пиар, ну вот он, пиар. Это в данном случае честный вариант снижения. Активные вещества? Активные вещества, вот они, активные вещества. Они активные. А еще на свет. А электронный. А еще на свет. Электронный звучит. Электромагнитный звучит. Свет – это один из вариантов электромагнитного звучания. В результате, если у вас рецепторы, реагирующие на свет, вот зрение, рецепторы, реагирующие на давление, осезание, во-первых, осезание, а ну, внимание, а кто-нибудь догадается, у нас есть еще один тип рецепторов, реагирующих на давление, а ощущения у нас возникают совершенно другие. Возникает звук. И что такое звук? Звук – это упругая волна изменения давления. Наша звука устроена так, что воспринимает звуки из воздушной среды, из газа. Ну а вообще, звуковая волна передается в тот полосу, который живет? Нет, она еще не имеет. Причем, а в какой среде она лучше будет передаваться? В воде или в воде? В воде. В воде. В воде. В целых, в твердых телах. Конечно, конечно. Сможете, вот вы ждете ли три, где-нибудь на полосу, да? Услышите ли вы поезд километров за 20? Да, если при помощи уха по рейсу. Вот в воздухе вы не услышите, за 20 километров ничего не слышите. А если заложите ухо к рейсу, то услышите за 25 километров. Поставили, звук передается с огромной скоростью и с намного меньшим потерянным. Там волна вопроса. Права, там тоже. Еще раз? Классно. Ага. А для подсказок в школе с примитивным телефоном, а хотя у вас свет мобильника, и гениальное изобретение человечества, поэтому для вас не актуально, как сделать сам простой на свете телефон. Ну, надо же, надо проделать пеночкой палочкой, как есть, все понял, знаете, знаете. Отлично. Это очень хорошо, на самом деле, действительно гениальное изобретение человечества, не должны пропадать и теряться, несмотря на развитие технологий. Ну, пожалуйста, вот передайте, ну, как хорошо. А как можно подслушать за шоферами? Отлично. Разбирайтесь. Только учтите, пожалуйста, что белки рецептора работают не только для того, чтобы у вас возникали какие-то ощущения. Допустим, должна ли клетка вынимать, достаточно ли у нее топлива или недостаточно? Должна. Должна. А как такую чувствительность наладить? Это поставить... Рецепторы должны стоять не только на мембране, но где еще? Прямо что-то важно. И активироваться будут при изменении каких-то внутренних парадок. Ну, да. Ну, допустим, упало количество определенного вещества, надо получить его избыток. В этом состоянии рецептор активировался и запустил процессы, который просто откроет там подходящий емный канал или активирует подходящий насос. То есть, на самом деле, рецепторы, белки рецептора лежат в основе чуть ли не всех управляющих систем, управляющих системы, а живых организмов. Здорово. Здорово.